Продолжение следует... Продолжение следует... Капиталисты помогали финансово тем же самым революционерам. Не есть ли в таком случае, что вы говорите, некоторое историческое противоречие? Продолжение следует... 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 Это, по сравнению с мировой войной, это что-то совершенно запредельное по формам насилия. Так вот тогда сторонники не только большевиков, там, в общем, идейная сестра была совершенно жуткая. Они исходили из простого. Ну вот буржуй или золотопогонник, ну жалко мальчишечку, ну его надо уничтожить. Все его, это самое, раздевают, расстреливают. Все очень просто. Понимаете? Все были убеждены, что будет хорошо, если вырежем, вырезан будет определенный слой. Помещики, золотопогонники, большевики, понимаете? И так далее и тому подобное. И не надо думать, что здесь только белые, красные, крестьяне и крестьяне. Вот штука ведь такая, крестьяне держали самооборону против партизан красных. Было такое. В Колчакове, на Дальнем Востоке, вот такое было. Что касается партизан, ну это просто были бомбиты, красные партизаны. Кстати, когда они себя и в 20-е годы показали тоже. Вот. Тоже писали Сталину хорошие песни. Вот, понимаете? Вот, если говорить не о насилии, усталость от бессмысленного насилия, это одно. Вот, когда стоит цель, цель, она отвратительная по нашим гуманистическим измерениям, соображениям. Но для человека того времени, это решение всех его проблем. Он убежден, что он борется за правду, уничтожая себе подобное. Вот в этом ужас гражданской войны. Вот в этом, понимаете? Русская революция, она как бы лежала на стыке, действительно, двух проблем. Она лежала на стыке, как бы очень мировой, не назревавшей общемировой революцией, как ответ на кризис, как ответ на войну. И, собственно, не случайно, ведь потом, после Леониды, и пошло по всему миру, пошла эта грана. Это же, так сказать, не просто, это же не была волна из России, в прямом смысле слова. Потому что Россия была первая, где это получилось, и это произошло. Но потом, так сказать, что это получилось, на основе своей собственной проблемы. Ну, как бы в России произошел стык вот этой вот мировой проблемой и проблемой внутренней, проблемой материализации этой тройерной морейки. Но, поэтому, действительно, люди не воспринимали эту войну, я совершенно согласен, как, так сказать, нечто свалился, что имеет смысл браться и выбрать. А вот почему они так дорались еще в следующие три годы? Ну, одно из объяснений я могу по поводу дать. Собственно, объяснением служит листовка, которая распространялась в Махросселе. То есть, в этой листовке, собственно, если бы тебе, то сказано все. Значит, там мы изображены христианином с бомбой руке и с хлебом, буханковым хлебом. И текст был такой, вы хотите мой хлеб, вот же вам хлеб. И Бог назначил, потому что хочет на этот хлеб его усидеться. И мы сказали, чего общины-то христианские хотели? Мы хотели одну простую вещь. Оставьте нас в походе. Все. Прекратите ваши мобилизации, прекратите ваши призывы в ваших. Прекратите ваши реквизиции, прекратите отбирать у нас хлебы, прекратите отбирать наши продукты. Оставьте нас в походе. Вот о чем шла речь. И за это люди дрались, да. И я не могу сказать, я не могу, собственно, зато справлять. Я не могу сказать, что это страшно, ужасно, неграммистично, с моей точки зрения. Я считаю, что нет, методы, конечно, были разные. Иногда действительно самые дикие, невозмутные, варварские и прочее. Но сама в себе идея автономия. Где оставьте нас в покое, где мы себе здравы. То есть я хотел здесь добавить, я согласен полностью с этой точки зрения, уникальный пример привести. Для меня он весьма интересен. То есть минонитские колонии на юге. То есть минониты, которые никогда не брали оружие в руки, да. Которые постоянно описывали, как это плохо воевать. То есть они в период гражданской войны воюют. Они воюют против зеленых, против красных и против белых. И до сих пор, после уже всего этого времени, они описывают, почему они это делали. Как они пытаются, если это весьма интересно, читать их литературу. Как они пытаются объяснить, почему они вообще брали оружие в руки. И почему они убивали. То есть весьма интересный феномен. То есть для, скажем, Алф-Дойч-Фрайкерфи. То есть для этой не секты, для, скажем, Свободной Церкви. Да, весьма... Приходит... Надо согласиться, у меня всякого сомнения, что большая часть армии, крестьяне в первую очередь, не понимали цели войны. И очень интересно свидетельство Деникина, который говорил, что, скажем, в отличие от Германии, или Франции, или Армии, где большая часть рядового состава армии все-таки защищает свою страну, а даже, может быть, не очень понимая, со что он воюет лично для себя. А здесь часто приходилось слышать от крестьян, что мы, Тамборский, немец до нас не дойдет. И Венитинская Берлина говорила, что осознание себя нацией, осознание себя частью России, и что, скажем, Смоленская губерния, это тоже Россия, такого осознания не было. Но, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, опыт гражданской войны, практика проливать кровь, она сыграла очень роковую роль в гражданской войне. Для меня очень убедительно было свидетельство Виктора Савенкова, брата известного террориста, который приводит эпизод с самого начала 18-го года, когда страсти еще только-только разыгрывались. Здесь он написывает, как «Около Новочеркасска казачий разъезд останавливает приказчика, евреи по национальности, и казаки, соответственно, думают, что с ним делать». Приказчик пытается откупиться от них, предлагает золотые часы, предлагает деньги, но они не берут у него ничего, потому что им неудобно грабить человека. Они предпочитают его убить и взять все с трупа, потому что по понятиям войны это значительно приличнее. Взять трофей, чем ограбить живого человека. И, соответственно, вне всякого сомнения, планку жестокости насилия задала мировая война, вне всякого сомнения. Без нее сам вопрос вот такой жестокой гражданской войны. Я совершенно согласен с Владимиром Прохоровичем Булдаковым, что мы не знаем собственной гражданской войны. И то, с чем приходилось сталкиваться, это совершенно пугающие вещи. Совершенно пугающие вещи. И современное сознание, обиденное сознание, просто испытывает шок и бежит, собственно, и от этого, и от всего другого, что позволяет жить в этом привычном мире. Это что, воевали? Понимаете, сидеть в окопах тяжело. А вот погулять, пограбить, что было в гражданской войне, и стоить с другой стороны хватало вот таких вот самых, это совсем другое дело. Понимаете? Вот этот самый разбойничий, казацкий, разенский, пугачевский инстинкт в людях пробудился. Они были готовы. Воевать они не хотели по правилам, а вот погулять, это самое милое дело. Вот такая ситуация, психологически возникла. И вот еще одно это самое замечание. Вот Константин тут сказал, что 18-й год еще это самое... ничего. Начало, начало. Самое начало. Дело в том, что страшнее года, чем 18-й, в русской истории не было, в том смысле, что у всех крыша поехала, никто не знал, что к чему, кто с кем, кто против кого. Я позволю себе зачитать несколько строк известного писателя Леонида Леонова, но он еще и стихи писал, относящийся к 18-му. А ночь темна, поля покрыты мутью, а по полям, берегами гремя, вредит страна желанному распутью, на эшафот прославленного дня. Такие возникали символы. На эшафот прославленного дня. Но пришло время, когда события 17-го года мы прославлялись, сейчас эти события оказались вроде как в нашей памяти. Вот что хотелось бы по этому поводу заметить, то есть, понимаете, дело в том, что я к событиям революции и гражданской войны несколько по-другому подхожу. Для меня это нелинейный процесс. Это, ну, процесс синергетический. Причем медиевисты меня очень хорошо понимают. Социологи тоже иногда понимают. А вот коллеги, которые занимаются классами и партиями, ну, вот с трудом, с трудом. Привычнее разложить по полочкам. А вот то, что вот поля покрыты мутью, как говорил Леонид Леонидович, да что поля, все сознание покрыты. Я же свою книгу назвал не случайно «Красная смута». Понимаете? И большевизм это не революция, это больше, чем революция. И большевизм это не только в партии Ленина. В 17-м году говорили о церковном большевизме. В 17-м году большевизм отождествляли с анархией в самом худшем виде. Понимаете? Не с идейной анархией, а вот, ну, беспределом, беспределом разбойничаем. Так что, я согласен с Вадимом Данье. Понимаете, революция и гражданская война, это, конечно, процесс. Процесс энергетический. Ничего там только не было. Ну, в общем, все это... Кстати сказать, вот в этой книжке, она называется «Маленькая», самая маленькая моя книжка. Вова Алис. Кризис в России по теперье смысление. Пять лет этой самой книжке. Вот. И я пытался показать, что в 17-м веке мы переживали нечто подобное, что было в 17-м, вот, в 2-м, как год. А потом в 90-е годы. Понимаете? Другое дело, что социальное наполнение, о чем сегодня уже говорилось, вот всех этих кризисов было различных. Если в 17-м, в 22-м году мы имели в виду с молодой, грубо так говоря, средой социальной, то в 90-е годы, наоборот, социальная среда постарела. Мы имели, как я писал в свое время, своего рода, вяло текущую революцию. Ну, вот, то есть я хотел вот поэтому сказать. Ну, а в общем, так что нравится нам или не нравится вот то, что происходило, все это мы должны знать и главный переход. Наконец, можно понять все эти кризисы. С моей точки зрения, маховик гражданской войны раскручивался постепенно. Самые разные слои втягивались в нее тоже постепенно, да? Скажем, тоже, та же немалая часть офицерства, которая до заключения Брестского мира все-таки предпочла отсидеться, после него втянулась. Соответственно, с развертыванием комбедов, крестьянство в темноте, в гражданскую войну летом 18-го года, да? То есть я бы не сказал бы, что вот все забывало 26 октября 17-го года, да? То есть психологически и событийно этот процесс, он явно так растянут во времени и в пространстве, но и накал, конечно, накал. 18-й год, это безусловно уже полыхает во всю гражданская война, это смятение в умах и все прелести, да? Но, соответственно, официально, скажем, красный террор, эпоха красного террора и настоящее его массовидное проявление, это уже все-таки осенью 18-го года, хотя вот профессор Зубов справедливо писал в новой газете, что первые акты этого террора это совсем не сентябрь, это значительно раньше. Первый вопрос господина Бултакова, который, как с рефреном сказал, революция выглядит страшно. Это звучит очень современно, нынешняя власть постоянно вмикает. Вы что, революции хотите, хотите кровь? Поэтому я хочу спросить, для вас, скажем, бархатная революция, оранжевая революция, революция Росы, фибральская революция в России, которая сама по себе просто была без кровопролития, и актековский переворот пришел вопреки логике, вопреки истории, вопреки боли народа, это связано с колоссальным кровопролитием. Вот этот переворот и революция это одно и то же или нет, или это совсем разные вещи? Революция выправляет какие-то ошибки, а перевороты глупые. И еще один вопрос, если можно, вот к последнему докладчику, крайне левому, который... Вадим Дабьев. Что? Вадим Дабьев. Вадим Дабьев, да, Вадим, если можно. Вы сказали, для меня это очень стромая, неожиданная вещь. Большевики сделали буржуазную революцию без буржуазии. Как это понимать? Большевики клялись на Маркса, если большевики им вывезли, уничтожили всю буржуазию, национализировали собственность, на это совершенно для меня фантастические взгляды. Ну это одно и то же буквально. Революция и переворот означает, так сказать, большевики до 30-х годов, они не стеснялись говорить о своем перевороте, о российском перевороте, вот этим годом, нормально. Теперь, ну что значит, каково мое отношение к революции? Понимаете, одно дело, бархатная революция. Я, в общем-то, верю, что в России даже в современной революции будет бархатной. Как-то я сомневаюсь, что какой-то историк мне подсказывает, что, ой-ой-ой, не приведи Господь видеть русский вон бессмысленно и беспощадно. Вы знаете, ну... Я, нет, нет, нет. Если речь идет о современной политике, вот я совершенно определенно могу выяснилось. Точка зрения моя совершенно определенная, но я думаю, сегодня мы не этим занимаемся. О революции, повторениях, я не думаю, что это будет что-то похожее на то, что мы имели в 90-е годы. Может быть, похоже. Вот такие ответы, которые мы имеем в виду. Ну, я здесь очень невозможно назвать федеральный. Его так называли идеологически. Кроме революции мало, вы вспомните, Кранштадт, Сен-Форс. В первых же часов революции, еще она не началась, стали резки офицеры. Потом революция в деревне в летом 17-го года. А что было на фронте летом 17-го года, как пачками убивали офицеров. Нет, вы знаете, без долгой революции не было никогда. Не пятого года революции Васильевна, а не стоило, не было кутерова. Так что... Вы знаете, я просто видел в свое время документы, как выглядели тропы. Я лучше бы их не видел. Лучше бы не видел. Ставраюсь перевалиться в общей сложности порядка 300 человек. Вот описание тропов, которые в Петроградской больнице были, в архивах сохранились, довольно беглые, но это жутко совершенно. Жутко. Дело в том, что точеку могли плясываться на полугодно, на Марксе, на Бибе, на Коране, на книжке, на эти петали, это совершенно не имеет никакого значения. Просто... У нас какое-то, я бы сказал, такое, скажем, марксистское представление, о том, что такое капитализм. Капитализм – это обязательно конкретный буржуй, конкретный буржуа, который, значит, конкретные частные собственники, значит, эти самые монокории, капиталисты, конкретные частные владельцы, которые владеют фабриками и так далее, и так далее. На самом деле, это лишь только одна часть, причем, как показала история, абсолютно необязательно. Капитализм – это определенная система господства, которая основана на, так сказать, в принципе, использование наемного это система наемного в роли того кто этот наемный труд организует направляет еще пользу работает собственно то есть те кто выполняет капиталистов класса капиталистов касты капиталистов как говорят аргентинские аналитисты неважно делаем в словах эту функцию могут выполнять самые разные слои истории это могут быть частные предприниматели совершенно это может быть государство фактически государственная бюрократия это может быть как некоторых стран третьего мира военная верхушка которая захватывает власть проводит национализацию пожалуйста посмотрите на некоторые африканские страны значит особенно в 60-70 годах там национализировано было до 90 процентов экономики и каков же этих странах стоит то есть условно говоря я настаиваю на то что экономический строй при котором существует индустриальное фабричное производство при котором основная масса наемных основная масса работа занимается по найму и работают по найму и при которых значит те кто управляет их работой присваивается для того что не производит называется капитализм именно на корпусе создавать души можете если хотите назвать это государственным я не сторонник кровопролитиями сторонник крови пусть это противно высокая степень но я хочу подчеркнуть одну простую вещь мы к сожалению очень часто склонны часто делать упор сейчас на тех же скоростях на тех зверствах на тех на тех правопролития которые совершают те кто восстает против термии ну к сожалению почему-то сlysидячей мы говорим эти жестокости хотели а то он Bu sinda triste он создает сама кидаом почему-то 从 документе ну за минимум замиימо أtrackно מד мыB существуют polished насилие мы забываем о том что существует насилие экономическое не забываем о том что существует наконец дискуссийная а во всех этих вещах мы благополучно сейчас забываем как будто еще не было как будто те кто правит имеют уже по силу самой своего самой своей правящей природы право делать то что они хотят это все нормально это не жестоко это окей а вот когда люди начинают против но как-то оказывает сопротивление с полной моральной с полным моральным правом начинаем забрасывать все чему еще не должны если уж так уж если мы наступаем с этических позиций мы должны все видеть мы должны видеть обе стороны в своих 70-х годах я занимаюсь я помню что я работал с мемуарами 20 сетиса первого командарма советской армии красной армии но наверное вещи про всем достаточно хорошо известно сидеть присутствующим но вот он был первым потом его посадили и вот сидя в камере в общем-то смертника как он вполне разумно предполагал он написал некоторые мемуары в этом мемуаре он пытался описать свой жизненный путь и свои ощущения вот у меня безумно сильное впечатление произвел а как бы простите меня что я повторю вещи которые может почти всем известны бацейс очень любопытная фигура латышский крестьянин пробившийся в высшие эшелоны окончивший академию генштаба с отличием специалист по истории военного дела читавшие потом лекции там по ганнибалу по цезарю и так далее и тому подобное и вот он пишет сидя в своей камере он пишет о своем опыте бытия главковерхом красной армии вот начало понятия восемнадцатого года понятно первое понятие восемнадцатого года и вот он остается один по ночам в здании вот этого самого так сказать ну управления вот он сидит перед один перед ним на стене огромная ну понятно генштабовская карта военных действий и он со своим опытом со своим багажом академии генштаба со своим пониманием операции там при каннибал то все в ужасе пытается понимать почему сегодня голодные раздетые раздутые без припасов к разной части в хвост и в гриву гонят колчака и почему завтра голодные раздетые без боеприпасов части клавчака гонят красную гвардию и это абсолютно за пределами его понимания он пытается это понять его в неком ужасе понимаете этот вопрос вот восемнадцатый год это год когда логика совершенно еще так сказать не действовала никакая логика не логика так сказать военная не логика действовала что-то такое что что возможно кстати сказать и в этом возможно причина победы большевиков каким-то кострым мозгом они помнили лучше чем их противник вот собственно все что я хотел сказать я просто вспомнил вас это простите спасибо личный уровень части иностранного капитала экономики россии и о тех долгах которые царская россия должна была выплатить по итогу первой мировой войны кто-то иностранного капитала было достаточно разным в разных сферах разных государствах где-то оно было почти преобладающим где-то оно было не очень значительно тем не менее оно было существенным в целом если смотреть и кроме того то есть собственно говоря в общем это дает достаточно основание для того чтобы в общем и целом характеризовать российский капитализм как зависим в общем и собственно говоря это признавали многие российские тогдашим экономисты государственные деятельства тоже сами видят о том что нам про это и так далее и так далее что касается долгов но естественно если мы будем идти в современную сумму долгов это конечно нам покажется самим в том что россия несмотря на личные симпатии скажем аннархической верхушке ступила по имену на страницу скажем англию и францию это конечно на это я все-таки полагаю что связано с экономической зависимостью россии по странам потому что личные симпатии личные симпатии николая не надо думать что россия вот так вот под давлением и влиянием цели это были совершенно определенные константинополь и проливы вот то что сейчас называют западной украиной червоная русь влияние на балкан 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 это вообще этого первого это самое первое не только константинополь наконец это самая восточная пуссия совершенно четко было все об этом знали в эти цели войны а зато у нас простите хватало вот ну подавили соответственно эти большие представлен дмитрий рублев историк московского государства университета природового строительства а значит вопрос у меня такой у Василия Прохоровича и два фактически ко всем тоже здесь прозвучала тема жертв февраля вполне опасно на мой взгляд но вот мне что непонятно когда вы говорите о жертвах февраля тут я кладем приснись почему-то говорить исключительно о убитых там офицерах и так далее а скажите пожалуйста что вот когда народ вышел на улице на демонстрации правительственные войска они садились что стреляли в воздух так сказать гуманно влияли на сновичьему народу или они тоже были убитые с их стороны тоже вот похоронили на морковом школе 184 человека из них человек 30 неопознанных кто такие то ли жандармы то ли вообще это не богинь то ли действительно жертвы революции непонятно 184 человека были объявлены жертвами революции на марксом поле они до сих пор лежат кстати интересная история вот наше отношение значит жертвам каким бы то ни было похоронили 23 марта закидали венками к лету эти венки стали гнить и вообще там был запустение жуткое совершенно вот так вот отметили жертвы революции 184 человека правда злые языки говорили человек 30 там всяких журналов полицейских и прочих спасибо мне представляется что мы должны конечно сохранять объективность мы не должны забывать о скажем таком я в таком заметном событии как 9 января пятого года кровавого достресения расстрел в общем не всякую с одной мирной манифестации но это уже все известные доказательства были демонстранты были провокаторы на японские деньги которые поживали русскую японскую войну и среди солдат охраняющих землетворец было больше погибших чем среди шедших по площади а главный провокатор николай второй николай второй был в день 2 просите а это в семнадцатом году было в пятом году это было спровоцировано японцами а из 1994 года огромные деньги платили шел большой процесс концессионных собраний поэтому четвертый год конец четвертого года культурная Россия был лила народ тоже был лил понимаете в деревне было большое недовольство и то что произошло на Кутиловском заводе ну в общем достаточно не буду сейчас рассказать эту историю разумеется это внутреннее недовольство рабочих рабочие марионетки это означает что одни заплатили вступили в войну на стороне Англии другие заплатили в вышли в пятом году демонстрацию то есть что люди вообще уже абсолютно управляемые оплаченные марионеты это же глупо в конце концов надо уважать собственного с помощью пачки денег долларов или японских йен можно устроить все что угодно оказывается вот в семнадцатом году у Троцкого обнаружилось обнаружилось в Канаде 10 тысяч долларов американских для любого сразу шум вот что это такое по нынешним понятиям это 200 тысяч долларов ну давайте на 200 тысяч долларов устроим где-нибудь революцию получится вы знаете в свое время комментарии столько денег выкинул столько денег выкинул что имели с этого на 200 тысяч долларов так что давайте эту самую тематику немецких денег это бесконечная тема сразу скажу что деньги были куда они делись бог его знает сами немцы понять не могут ну точно к примеру известно сколько австрийцы а потом немцы заплатили союзу вызволение Украины точно совершенно известно что эти самые украинские сепаратисты эти деньги на ветер в Вене понимаете какие-то брошюты они до сих пор есть брошюты понимаете вот писали так что ну вы знаете эта тема не серьезная очень серьезная не надо это надо не понимать реалии того времени даже с полными карманами денег сунуться к рабочим у которых нет профсоюзов нет лидеров которые закрыли те ячейки которые есть они прячутся друг от друга и даже сами революционные партии их не знают все атомизировано и рассеяно и движение и движение было абсолютно абсолютно в условиях войны а в общем то таким стихийно возникшим и считать что как бы вот эти конспирологические теории когда деньги решают все и за деньги можно купить все конечно все разведки мира выделяют деньги конечно их охотно кто-то берет и тратит из всякого сомнения но и КПД оно очень сомнительное и я конечно согласен что надо уважать в общем то и серьезно относиться и к народу и к своей истории и понимать что эти процессы значительно сложнее значительно сложнее если бы все только деньгами объясняли кто сказал что деньги решают все с кем вы спорите не нет вот как раз профессором я не спорю я совершенно согласен с вами в том числе я этого не говорю когда вы говорили в рейтинге было организовано написано в книгах по истории могу назвать автором который писал а без того что вся бюро русского есть можно что-то метки я приношу извинения поскольку задам вопрос наверняка неинтересный для профессионалов я никогда не занимался этим вопросом но чуть-чуть покасательно соприкоснувшись с историей пары семей хотел бы вашей подсказке чтобы разобраться значит вопрос номер один мне в ряде биографий советских номенклатурных выдвиженцев встречалось что человек в общем из низов поучаствовавший не являясь профессиональным военным в революционных событиях потом в гражданской войне и делающий стремительный карьерный взлет во второй половине двадцатых первой половине тридцатых потом даже по меркам молодых советских работников является таким деспотом и психопатом в в номенклатурном кресле и кстати говоря многих из них потом пустили под нож думаю вполне закономерно поскольку в общем сосуществовать с ними было сложно а время было явно не вегетарианское ну и соответственно поставить привычки их к стенке значит меня интересует вот что в частности вопрос этот адресован Андрею Борисовичу Зубову также я хотел бы получить ответ от германского коллеги и от любого из выступавших это явление наиболее часто встречалось среди красных или например известно скажем по белой эмиграции что были свои психопаты прошедшие гражданскую войну но потом уже сделавшие какую-то карьеру допустим во второй половине двадцатых тридцатых и точно так же являвшиеся абсолютно нетерпимыми и неприемлемыми фигурами по меркам ну скажем так людей более уравновешенных и которым доводилось с ними работать и вопрос второй косвенно связанный с первым опять же в общем любой кто пожелает ответьте мне пожалуйста были ли среди дореволюционных вот именно вот именно таких революционных движений представили какие-то группы которые меньше всего судя по архивным документам и по свидетельствам проявили ну такой вот кровопускательный раж во время гражданской войны то есть у кого был какой-то либо внутренний иммунитет либо меньшая потребность либо отсутствовал вот этот экстатический фанатизм необходимый для того чтобы выпустить кишки ближе если вообще такие были ну во всяком обществе есть люди здоровые и не очень здоровые вот с разным имперальным вот начинается революция и кстати сказать Михаил Булкаков это великолепно написано простой штрих когда он описывает взятие Киева кельюровцы и вот там фигура бывшего школьного учителя плохого который стал вот этим самым атаманом вот в свое время вышла такая книга я даже не помню как это по грому в России по-моему называется несколько лет назад вот была такая книга выпущена там вот эти типажи применительно в основном в Украине они описаны описаны там где сильно патологических типов среди вот тамошних атаманов хватало я должен сказать что это вовсе не это самое ничуть не связано с какой-то определенной этнической окраской дело в том что в Сибири вот головолезов такого же типа было предостаточно 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 то есть ну вот востребован именно такой тип личности что касается революционеров которые потом значит друг друга это самое известно что делали ну понимаете революционеры вообще это агрессивный социальный света либо они нацелены на уничтожение когда уничтожать негов и негов они начинают друг друга уничтожать простите это классический случай ничего не поделываешь вот это все известно вот так я бы ответил коротко на эти вопросы но хочу сказать что да действительно кое-что описано вот погрома в России вот эта самая книга там эти типажи есть присутствуют кстати сказать в красной смуте я их частично воспроизводил я имею в виду второе издание вот это самое толстинное полтора килограмма там вот ну и в этом в другой книге хаус этнос тоже самое вот присутствует вот эти самые революционеры я исследовал субкультуру российского революционера я должен сказать что есть революционеры есть революционеры не чаев это одно а герцам совершенно другое понимаете и разные типажи и разные типы этих революционеров они даже психологически разные они по своим устремлениям по метальности совершенно разные и совершенно не случайно что гражданская война и началась с противостояния одних эмоционеров других не надо не надо забывать что те же эсеры пошли соответственно первыми на организованное сопротивление на вооруженное сопротивление сибирскому режиму и считали что вот этот их путь он и губит и революцию и соответственно это сразу это сразу это сразу комуч комуч возникает самарское правительство комитетов соединительного собрания возникает в июне восемнадцатого года но уже до этого уже ну хорошо ну да 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 кстати говоря за пледовый поход возглавил корнилов будучи убежденным республиканцем республиканцем да республиканцем он считал что он не был конечно республиканец убежден нет ну в России в России человек который был генералом республиканцем безусловно он был сторонником революции скажем вам февраля ну Алексеев был монархист тоже относительно вот но я хотел так сказать о другом что вообще вот здесь позвучала мысль о том что столкнулись там во время революции силы за восстановление старого порядка и за нового порядка практически было восстановление старого порядка видите даже даже генерал удивительный есть за что мы воюем есть его в прошлом девятнадцатого года вот и вы там видите что ни одного пункта связано с восстановлением колчак точно так же колчак вообще человек убежден он не был убежден человек он не был поэтому здесь надо понимать что фактически на мой взгляд ну я это говорю на своем мнении вы можете согласиться разумеется что по сути говоря это может была большая трагедия россии что старую стройку как вандыре никто не защищал что была борьба за различные варианты нового за различные варианты нового будет ли это буржуазное государство за что сражался Колчак и Деникин за учредительное собрание за лозунгл какой учредительное собрание созовем вновь на комуч потом старую уже не будем созывать проведем новые выборы учредительное собрание Деникин в девятнадцатом году так описал за что мы воюем мы воюем за то чтобы выпрогнать большевиков и демократически провести выборы решительное собрание Белый самый совершенный гражданый закон не у Белых а у противников большевиков был разработан правительство Скоропад незадолго до его победы вот так то есть если брать ну так чисто абстрактно все продумано все продумано а то прошу прощения категорически не согласен с оценкой того что произошло во времена соответственно захвата власти Колчака Колчак как поборник учредительного собрания который в общем достаточно анекдотически выглядит потому что он извлек временное всероссийское правительство так называемую усилимскую директорию которая стояла на лозунгах учредительного собрания по большому счету именно на Колчака ложится вина что единый в общем-то антибашевистский фронт в котором были очень разные силы от сибирских областников до Оренбургского уральского казачества до рабочих соответственно Вятки и Перми до рабочих Самары и крестьянство полцовых областей все это было сорвано и превратилось в гибель вот этих идей и учредители собрали как такового сама идея была сорвана и затоплена Колчак как левая фигура ну в общем это несколько странновато противоречила фигура не забывайте об этом как и все фигуры того времени во вторых простая вещь Колчак терпел не только терпел а в общем-то награждал ижевских рабочих которые ижевских откинских рабочих которые прекрасно воевали под красными знаменами под красными знаменами запомните вот так что было говорить о том что все было вы знаете достаточно зыбко на самом деле что будет белые конечно очень туманно себе представляли в отличие от красных у которых впереди маячила какая-то вот только непонятная цель а у белых ну не предрешенчество что народ скажет вы знаете вот в свое время там был такой есть такой историк он сейчас в канале живет вот дай бог ему здоровья как говорится он написал книгу в крах российской монархической контрреволюции написав книгу он признался в частной я говорит монархической контрреволюции практически не нашел но концом гражданской войны что-то там действительно было монархическое ну офицеры конечно то и дело там боже царя храни подъемки исполняли ну это обычная барабана значит вот а монархической контрреволюции то нет понимаете насчет монархической контрреволюции это большевистский миф у вопкинских рабочих или жертвы вопкинских рабочих они действительно воевали под красной марки знаменем это была одна из лучших частей народной армии капель капель да это понимаете смешно этим аргументом пытался доказать левизну левизну колчака это то что пришло от народной армии то что ему досталось по наследству скажите пожалуйста сегодня звучали вопросы такие моменты что было все таки влияние внешних сил звучало влияние финансовых но я бы хотел не только финансовых а в ретроспективе времени последних 10 предреволюционных через 50 лет были действительно подходы со стороны внешних сил спустить в такую деградацию хаос Россию и вот я бы хотел что бы ответили историки на этот момент внешних сил формирования революции и второй вопрос почему в результате революции были созданы для дуржуа вновь созданного только оживающего такие условия невыносимые которые интеллигенции которые должны покинуть Россию и расстрелы и в общем-то угроза жизни была сильней вы понимаете когда происходят такие катаклизмы великие как французская революция и русская революция те люди которые считают что до революции все было замечательно или почти все замечательно которые не видят тех процессов объективных получаются какие субъективные которые не менее печально вы видите я в своем небольшом скетче достал события в протяжении 500 лет те склонны считать что есть какие-то внешние злые так намного легче не буду говорить про Россию здесь все очень болезненно здесь есть люди которые продолжают чувствовать себя детьми социалистами нехоммунистическими вот но возьму французскую революцию ведь собственно говоря с французской революции пошел миф о масонском законе в нем есть своя небольшая составляющая потому что масоны если бы тогда были были но если бы во-первых они не собирались сделать то чтобы только получить а во-вторых если бы действительно народ был бы доволен королевской властью то тогда бы эти масоны занимались бы дальше печатанием имели французском языке это сожжение все бы закончилось значит чем бы ни занимались да а поскольку народ был не доволен королевской власти третье сословие было бы доволен и в итоге значит генеральные штаты переросли в революционное собрание и все в конечном счете рухнуло и все переросло в страшное в том числе антирелигиозное движение девяносто третьего года да которое в общем не закончилось статус то понятно а почему оно переросло тоже понятно потому что все почти епископские кафедры продавались и вообще было ужасно церковное положение во Франции было ужасно с точки зрения разумного христианинга поэтому размещение народу было огромное против церкви ну как могли это признать люди которые сами тогда были частью этой системы кто-то признавал наиболее честно большинство нет поэтому надо было сказать что есть какой-то тайный враг и оправдать себя не они виноваты не их отцы виноваты а вот какие-то гадные до сих пор французское право до сих пор французское право католической мысли говорит о тотальном масонском загоре который привел к европе понимаете то же самое фактически и в России но разумеется какие-то силы были мы даже знаем русское масонство оно тоже было там вокруг кавалерства говорит Равалович своеобразная ложа ну это все неинтересно понимаете я помню я говорил с Александром Исаевичем покоим на этот человек он сказал что да все это было но без этого объяснима революция и точно без этого объяснима революция понимаете хотя какие-то тоненькие штишки а это добавляет тоже вот поэтому самое главное это вот я во многом не могу согласиться не близко непонятно я давно испарился с этим классовым походом к революции для себя испарился и доволен но я готов согласиться с тем что если бы не было массового измущения народа массового недовольства народа то что не грамотности не объективно а частично объективно то революции бы не было все эти идеи заговора идеи немецких денег опять же которые были в какой-то степени она ничего не объясняет понимаете немцы были раб они использовали одну и ту же технологию на самом деле они пытались сорвать войну перевести ее в гражданскую не только в России но и во Франции и даже в Англии ну ничего это не получилось во Франции не в Англии все их агенты там во Франции в Англии это был один из членов Малатра Володов и в Англии все сели в тюрьму кого-то повесили и все закончилось во Франции расстреляли 100 человек в Англии понимаете а в России это кончилась катастрофа только из-за того что социальные основания не могут поэтому вот все эти идеи за голову надо отмытать как стопроцентную чушь они бы в них элемент правды есть но это один процент это абсолютно нерешающая сила поэтому вот я бы так конечно была общественная поддержка свалка различных кругов на западе российской революции скажем вне всякого сомнения партии второго интернационала поддерживали и социал-демократов и социалистов революционеров самые разные широкие либеральные демократические круги поддерживали идеи конституционализма и борьбы с абсолютной монархией это все было это все было но это как бы видеть в этом корень проблемы считать что у этого КПД что у этого как бы явление есть какое-то серьезное КПД это в общем-то это скорее все-таки ну не только моральная конечно поддержка была и некая материальная поддержка но она в общем достаточно такой опять же символический коротко и тут в общем-то на мой взгляд спорить не о чем ни всякого сомнения все эти гензопрологические теории придумывают потому что они значительно легче чем объяснять очень сложную запутанную реальность что-то оплавливают они оплавливают определенные конечно а потом это же очень просто не надо думать почему рухнуло все кто собственно несет за это ответственность значительно легче сказать что там немцы или японцы дали деньги грубо говоря в свое время троглодит за пределами своей пещеры видел только врагов только врагов и вот этот троглодит в нас сидит в определенных обстоятельствах этот троглодит пробуждается и начинает верить вот там там есть враг это вопрос еще и нашей психологии нашей психологии не только знаете какой-то сознательный элемент в революции вы пользуетесь такими делами понимаете в войне в войне стараются у противника мобилизовать самые дурные и самые качества для того чтобы морально его развозить примерно и у меня вопрос платим у вас в марксистской картинке ну вообще не вы говорите что единственным социальным условием который в каком-то смысле заинтересован в этой специфической индустриальной индустриальной трансформации это была революционная интеллигенция даже ее сейчас да а в общем никакого другого слоя не было вопрос такой что казалось бы вот этот слой революционный чрезвычайно маргинальный малочисленный и не обладавший какими-то ресурсами почему они победили если там крестьяне были против ну там какие-то офицеры я не знаю обладавшие ресурсами можно было бы ответить очень просто с помощью грубого насилия это тоже отчасти но понятно что в условиях резкого противостояния резкой поливизации наоборот поливизация рассыпания даже небольшая сила если она действует сплочетно организованно и целенаправленно она имеет некое преимущество по сравнению с силами рассыпанными действующими стихиями в принципе само по себе дело было конечно не только в этом дело было в том что большевикам удалось в общем то ведь они же выиграли на самом деле все под чужим воздухом ведь их собственного воздуха не было ни одного они пришли к власти использовали экономическую программу до мая 17-го года использовали общее настроение в пользу мира и так далее по сути дела они победили опираясь на то за что они сами не выступали на самом деле великолепно лучше всего наверно это произвел своему попойски который через 18-го вознес такую фразу я цитирую близко к тексту невысловно значит народные массы то есть христиане и рабочие достойные преимущественно значит анархомаксималистки были с нами до тех пор пока мы в разрушительный период эволюции пока мы пришли к власти но как только мы пришли к власти значит начали проводить свои преобразования они от нас откликнулись на самом деле в этом самом деле есть ключ потому что победили то есть победили в смысле к власти опираясь на такие вот политические маневры а вот потом потом они сыграют большевики на двух вещах вещь первая это условно так то что вот эти вот самые низовыльницы я сказал да что три силы вот дело то что третья сила то есть тот самый народ который воевал за то что было оставить в покое очень многое но он пытался сам по-своему строить свою жизнь снизу значит была в деревне так называемая общинная эволюция в городах была попытка ведения управления и так далее казалось бы я вообще считаю что между октябрем 17-го года и весной 18-го вообще существовала так называемая вторая власть то есть существовала большевистская власть большевистская цель на которой на местах вообще часто вообще не обращали внимание с другой стороны существовали вот эти вот полностью децентрализованные эксперименты на месте где люди заставляли большевистское правительство часто делают то, чего он вообще сначала даже не хотел то есть это шло такое постоянное давление снизу и большевики вплоть до Брестского мира вообще говоря не могли с этим никак справиться Ленин потом сам познавал в очередных задачах в еще некоторых местах так вот что я хочу сказать большевики сумели в итоге утвердиться за счет того значительности что вот эти вот все так сказать социальное творчество снизу оно было абсолютно децентрализовано не имело четкой программы и не имело какой-то одной жесткой направленности не было как анатисты гулять людей силы то есть четкого представления людей о том что и как так сказать нужно сделать большевики сделали одну простую вещь чисто аппарат они зумпировались вот это вот массовое народное движение как бы внедрившись в него и Москва ну есть такая если помните старая кухна самый лучший способ это погубить это Москва вот они примерно не сделали это как бы один момент который очень сильно помогл пришлось в 18-м году а потом уже в ходе самой гражданской времени начал работать второй момент момент который да момент который условно можно назвать логикой меньшего зла для того чтобы обратить внимание например на то как против одного восстановали крестьяне после ледения кампедов практически по всей красной зоне пошли восстания крестьян после которых большевики почти не могли справиться они начали отступать в том числе на фронте перед белыми приходят белые голодные что они делают они начинают так сказать вторую степень восстанавливать хотя бы отчасти старые порядки что делают крестьяне они начинают подниматься против белых в союзе с красными отчасти то же самое произошло в Сибири после чего значит там восставшие против крестьяне потом типа встретили красных ура ура пришли красные начали упадить свои конфеты и прочее крестьяне наставить против понимаете что получается то есть грубо говоря логика и действия народа поводу их поменьше зла и большевики на этом очень хорошо справят потому что все-таки в конечном счете в глазах народа все-таки белые так или иначе все-таки приступили по крайней мере хотя реальная политика более гибкая конечно но в глазах масс они выглядели как ресторан старого порядка чего не хотели категорически по крайней мере до конца двадцатого начала двадцать первого года народ что рабочие города что христиан в конце концов был в борьбе с белыми почти все-таки большевиков как меньшинство а вот когда вроде бы как белые были разбиты вот тут тут возник самый результат революции а давайте подушить челом скидем потому как не то они делают плохо сделали но тут-то уже к сожалению было просто вот я бы попробовал так объяснить но ведь когда в двадцать первом году начались массовые крестьянские восстания именно в обобщине западной сибири лозунг-то был за советы без коммунистов не был лозунг возвращения к ученикам и собранию тем более в старой России к земству и так далее за советы без коммунистов вот то есть в общем на самом деле крестьянская масса хотела новую страну где то что она взяла во время революции то что ее позволили взять оставить у себя но по этому не имейте такой коммунистической власти это было время лука и кстати сказать кое-то из крестьян говорил дайте нам это не калашку хотя бы вот такое было а вообще вообще лукавили крестьян но они всегда лукавили перед варьем варьем изображали дурочка вот так что нельзя буквально вообще нельзя вот историю историю нашего смутного времени красной смуты нельзя прочитывать буквально по лозунгу ну вот Вадим совершенно прав что большевики по чужими лозунгами вы победили да в общем примерно так примерно так потом на это налетели марксистскую этикетку и с этой марксистской этикеткой мы существовали не много не мало 70 лет я думаю что много интересного было сказано но я согласен с последними двумя выступающими то есть этими двумя выступающими я думаю что они очень четко образовали так но я бы вообще возражать против одного это взгляд на то что происходило в христианстве как аналитическое которое за себя каждый за себя и так да это где то там такое случалось я думаю что во-первых общины о которых почти что не мы говорили они центральные для того что происходило и было кооперативное движение самое крупное сельское кооперативное движение которое определило в большой мере то что происходило и которое создало ту базу на которой после этого можно было строить всякие политические структуры но оно было едино это не было анархическое где то там кто то что то сказал это было массовое движение которое очень хорошо понимало друг друга и было объединено в большой мере тем что происходило так было это и есть еще одно как только это убили измерства и ужасов которые были гражданской войной на шок это кооперативное движение взлетело опять на это не каждый за себя хотя большевики часто так пробовали его представить это в большой мере это продукт кооперативного мышления с тем который в большой мере действовал и если в других странах на запад на запад кооперативное движение это создало социал-демократическую скандинавскую социал-демократику и они доказали свою политическую способность создать альтернативу того что они считали капитализмом они таким образом у них был свой ответ и этот ответ существовал хотя и был сломан в 20-х поздних 20-х и вопрос почему это так произошло что это не создало политическую интернативу это интересно вопрос с которым стоит я думаю поработать потому что здесь ни слова нет и общины и оперативы не что думали индивидуальные христиане а структуры социально-политические структуры христианства которые оказали свою силу и свою эффективность в большой мере и Россия по другому пошла на самом деле во-первых я про общину революции и что крестьянские общины не индивидуальные крестьяне хотят чтобы их оставили в покое единственное о чем я вам все-таки вас понял я был в вашем революции и вы пишете о том что фактически НЭП был наден крестьянством для Бога но мне немножко это кажется смертным я попробую объяснить почитать дело в том что если мы сравним розумки христианских по стадии на самом деле и то что это совершенно разные вещи потому что очень причины как раз не были не был главный оборудов совет и не был к чему переделись потому что фактически законы 25 года вы же помните прекрасно на чем основывается общинная революция христиане требовали черного предела то есть земля переходит в распоряжение общины затем она раздается по итакам причем с таким верхним пределом чтобы могли обрабатывать на рабочей силы со стороны запрещается такого закона о земле начала восемнадцатого года запрещается аренды земли то есть фактически лишь неправа что крестьяне должны обрабатывать земли в своем собственном и неправа обратно обменили фактически лишь фактически об этом это правда то есть фактически это была попытка перехватить интересы крестьян условно запретим голову и разложения попытка размножить общину Валентинов по этому поводу очень хорошо он написал он совершенно правильно подмерил что нет по сути дела в деревне это есть продолжение политики а не политики черного мне кажется вот этот момент очень важен вот и единственное закончилось смотрите кронштадт когда что как реагировал кронштадт когда он узнал что десятый съезд объявил фактическое объединение новой экономической политики категорическое отрицание они говорят мы не этого хотели я помню прекрасно об этом есть в одном из последних номеров известных кронштадтского мерканта мне это пишут какие процессии какая какая свобода мы никогда в жизни за это не наступали что они делают большевики они же контра чистые более прекрасные эти строки можно два слова относительно черного 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 вы знаете по месячу через я начиная с восемнадцатого года стал переходить в руки так называемых страххозов коммун и так далее и тому подобное их организовали как правило пришлые элементы городские рабочие которые из города выезжали пусть там было нечего и в общем это основа коммуны помещичьих домах занимались они тем и вообще существовали эти коммуны ровно столько сколько хватало денег вообще от распродажи вот этого помещичьего добра были случаи такие когда они в аренду сдавали землю крестьянам и так далее в общем масса безобразий под самыми революционными лозунгами ничего там только не было но в общем не хочется даже говорить про эти коммунистические безобразия и коммунистические и художественные произведения путешествия моего брата Алексея Заронокристянского топе помните памятник я хочу помнить что там три фигуры на памятнике Белюков Геринский и Лемин и вот я хочу вопрос задать на самом деле всем и Батиму Дамье и всем другим а вообще как думать а можно ли вообще примирить дух февраля и дух октября соединить эти парадигмы условно говоря можно ли примирить Карапоткин и Махно и Махно и Веру Хитнером в 18-го года и Мариевичу Кринонову в 18-го года и произойдет а если туда добавить еще и Левкова Левкова Ленина да Ленина Чернового и много еще кого-то других причем если мы еще туда и Брешкевича добавимся то у вас вообще сложно что-либо примирять Высочина мемориал я представилась каким образом ну вот после октября так быстро вспыхнуло все я говорю это ну собственно по воспоминаниям моих родителей которые оказались в этой самой каше в частности на Кавказе на Кубани дальше вся гражданская война она была в значительной степени организована но приходили белые куда-нибудь и мы мобилизовали мужское население красные делали то же самое ну попутно все те стреляли а те вешали не угодно вот как получилось что за за очень короткий срок за фактически пару месяцев вся европейская часть России оказалась ну вот в этой ужасной и такого социального опыта который появился во время войны то и ненависти с одной стороны с другой стороны желание взять в том числе и такой социальный реванш самых разных групп да и свести счеты то есть это такой большой котел самый разный все это намешано то есть припомнились все обиды в том числе и многовековые и все это просто взорвалось на самом деле это не война белых с красными там воевало много России за совершенно разные вещи там были и черные там были и зеленые там были и соответственно и эсеровский коммунический учредительный собраний и много еще кого и многие идеи и мысли они даже в общем-то и не сформулированы были не представлены там политическими партиями просто опасность на мой взгляд вот этих вещей заключается в том что когда слишком долго копится и страсти начинают захместывать срывать крышку вот тогда и возникают все те негативные процессы о которых здесь говорил Владимир Булдаков Я, к сожалению, по очереди не могу обратиться, не знаю. Игорь Борисович заговорил об ужасности большевиков. Дело все в том, что в нашем сознании неправомерно ставится знак равенства между двумя понятиями индустриализм и капитализм. Естественно, что речь шла о том, что любая политическая сила, которая бы не пришла к власти в России, она должна была решить одну задачу. Единственную задачу, скажем так, движения России, построения индустриального общества в России с российской спецификой. И как бы большевиков не относились, а большевики эту задачу в 20 веке решили. Если бы это не произошло, Россия была бы стерта в той самой мировой борьбе 20 века власти и в истории. Другое дело, что в 90-е годы произошла идея индустриализации в стране. Последствия, которыми сегодня все пожинают. А вопрос у меня к Вадиму вот такого рода. Я считаю, что вот эту историческую задачу большевики решили противоречиво. Одновременно борясь с крестьянством, но и опираясь на него. Вы сказали, что крестьянство, как носитель народной социальной утопии, выступало в революции как антимодернизаторская сила. Не кажется, что вот тот тип общества, который возник в Советской России, по-многому, по-многому воплотил в себе вот эти черты народной и социальной утопии. Но, в сути дела, эта утопия основывалась в нас и в управлении крестьянских общин. Так сказать, сталинская корректилизация не только не сохранила эти общины, не на моем автомате, но и вообще стерла с лица земли. Колхоз, в отличие от общины, это жесткая эротическая структура. С начальством, которое формально выбиралось, но фактически назначалось, существовало очень жесткое подчинение рядовым крестьянам начальством. То есть не зря же сами крестьяне относились к колхозам как к новому закрепощению. Собственно, никого отношения, естественно, к крестьянской утопии это не имеет. Что же касается необходимости индустриализации, вы понимаете, я не очень понимаю такую вещь. Любая должна была, должна была кому? Кому? Я не вижу истории, я не гибельянец, я не вижу истории вот этих вот железных законов, которые, так сказать, против воли людей, через воли людей, ломая спину, ломая, так сказать, руки, ломая голову, прокладывая себе дорогу, да? Вот это Наполеон, да, как это самое, как там вы его говорите? Абсолютный дух на коне, да? Вот я не вижу абсолютного духа на коне. Я считаю, что история это поле открытых вариантов, да? Существует всегда некая система шансов. Эта система шансов может реализовываться, может нет. Но в принципе она всегда существует. По крайней мере, она более мереальна, пока существуют те социальные силы, которые из-за этого выступают. Говорить о том, что Россия была бы стерта с лица земли, понимаете, это абстракция. Что значит? Что значит, на усынение, Россия стерта с лица земли? В качестве чего? В качестве государства? В качестве конкретных людей, жителей людей, которые, так сказать, хотят нормально жить по-человечески, не хватит. Если бы вот эта христианская линавада, или как хотите, христианско-рабочая, кто бы удалась, то невозможно Россия. Но невозможно вообще весь вход человеческого пошел бы по иному. Все время был такой немецкий левый коммунист, который, так сказать, отрекся от лименизма, то есть пропорта лименизма, и прочее, стал приближаться к такому антиарторитарному представлению обществе. У него есть такая книжечка, которая называется очень интересно, вызывающая. Борьба с фашизмом начинается с борьбы с большевизмом. Смысл книги заключается в следующем. Если бы русская революция удалась, в том смысле, если бы она победила как социальная, как политическая, если бы победили вот эти самоуправленческие элементы, заложенные, имевшие место быть русской революцией, то, возможно, история мира пошла бы совершенно по-иному, и фашизм не пришел бы к власти Германии. В таком случае, никакой необходимости бы для этой самой индустриальной мощи, о которой я говорила, совершенно не было. С чего мы взяли? Что история, так сказать, это некая протрессистская, вот такая вот жестко-железная протрессистская система. С чего мы вообще взяли, что старой век необходим бы, подвидев, как он произошел? Откуда мы это знаем? Мы что, пробовали иначе? Нет. Тогда мы это знаем. Исходя из того марсистских и либеральных каких-то веков, тогда почему? На которых будет зле неоплескновых протестных движений, которые только-только назревают, и проявят себя в скором времени. Ну, одна из них, это вот, когда я не забрала человека, там форум, в гражданке форум, он же ЦС. Но я об этом не буду говорить. Например, маленькое замечание и вопрос. 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 И тогда, так сказать, вопрос заключается в следующем. Вот если бы не было разорганно, ну, такая, аутопическая вещь, если бы не было разорганно учредительное собрание, вот, каким образом, вот, в условии этого тренда можно было представить альтернативу тому, что купил? Был разработан, Вадим, Вадим, ты меня удивляешь, был разработан альтернативный проект Маслова, закон, который предлагался. Тот вариант, который предложили эсеры, левые эсеры, это был достаточно спекулятивный из политических соображений. Они со своим столом пытались отстоять свою самость. А тот был классический вариант, соответственно, эсерского закона о социализации. И как раз учредительное собрание, на мой взгляд, открывало возможности для мирного, демократического развития, потому что была возможность согласовать интересы различных слоев и классов, которые уже закипели, из-за которых уже стали убивать и лить кровь, да? Была возможность согласовать их. То есть это учредительное собрание, это больше, чем парламент. На мой взгляд, в стране, страну, которая раздирает вот эти противноречия, учредительное собрание, это один из немногих выходов для поиска новых путей. Тогда будет? И тогда, я думаю, что сейчас. Я думаю, что лодок мыслительного собрания, который появляется сейчас, все громче и громче, в этом есть очень важный, очень правильный, нет, это есть очень, с моей точки зрения, я ее не навязываю, правильный и логический шаг на мирное согласование интересов, ставок выборами народа. Конечно, это все далеко от идеального, потому что идеального в политике не существует, но тем не менее, тем не менее, учредительное собрание тогда, это была одна из немногих возможностей мирного демократического пути развития. Фактически мы сейчас, мы продолжаем, ушли с этого пути и мечемся между авторитарными и тоталитарными вариантами, понимаете? А учредительное собрание, это возможность выхода из этого тупика, привлечительного, понимаешь? Но ты не имеешь ни в демократии, ни в парламентаризме, у нас разговоры с неполос, двух и немым. Во всем мире, после всех революций, учредительное собрание собиралось не позже, чем в республике. Вот если учредительное собрание собралось, видимо, в мае 17-го года, вот тогда был бы прав. А в мае 17-го года только-только образовалась комиссия Кокошкина, которая стала вырабатывать самый совершенный закон о выборах учредительного собрания. Все весь опыт парламентаризма мирового учли, все конституции европейские пересмотрели, работа была вообще классная, понимаете? Только никому это не было нужно, потому что учредительное собрание по какому-нибудь дурацкому несовершенному закону надо было проводить уже в мае, тогда к нему прислушались бы. А что касается учредительного собрания, января 18-го года, то все уже никому не нужно было, понимаете? Что касается либералов, не любого они давно махнули на это учредительное собрание. Большевики вместе с Левым СССР уже заранее готовились разогнать его, понимаете? И разогнали тихо, спокойно. Те, эти самые демонстрации, которые были, ну, это Петроград и Москва, понимаете? А провинция молчала, глух молчала, христиане вообще не вспомнили, не всплотнули. Вот это и ситуация. Главная ошибка, соответственно, Временного правительства и социалистических партий в 17-м году, это то, что они безумно затянули учредительное собрание. Май, может быть, июнь, да? И особенно, если бы не было этого дурацкого наступления на фронте в июне 17-го года. А так, с вами можно так согласиться, вне всякого стопления. Октябрь это было уже поздно. И в том числе дело, что этого никто не понимал. Генералы воюют старыми войнами, да, используют опыт. Не было ни у кого такого опыта, никто не ожидал, что все будет настолько серьезно, настолько стремительно и сложные процессы пойдут. Мысли совершенно другими категориями, к сожалению. Как и в 91-м году, кстати говоря, как и в 93-м году. Это вообще характерно. Политики запаскивают, они не на высоте положения вот тех исторических вызовов, которые история подбрасывает. Ну что, скажет, поста военного министра ушел. Все понял, что все поздно, он уже не управляет этим процессом. У Кучкова человек весьма-весьма импульсивно. Хватило такие ума, чтобы оставить этот самый пост. А что касается Киринского, он начал готовить это самое наступление. Вот так вот. Так что, кто запаздывает, кто... Вообще, вы знаете, по поводу того, что произошло, так и хочется сказать словами Петерима Сорокина. Революция человека просыпается не только за ураг, но и змея. Что, коллеги, я хочу посоветоваться. Мы закончим с вопросом и перейдем уже к кратким временем, потому что нам, конечно, надо завершать. Павел Кудюнкин, Высшая школа экономики. Значит, вопрос действительно о том, что октябрь без февраля был бы невозможно. Действительно. Это единый революционный процесс. Я согласен, Александр, с Вадимовым, что корректно говорить о Великой русской революции 17-22 годов. Ну, да, условное, конечно, там, 21-22 годов, то есть не суть важна. Вопрос другой. А был ли октябрь неизбежно необходим? А Троцкий в истории русской революции пишет о том, что если бы мы не взяли власть тогда, когда мы ее взяли, мы не взяли бы ее никогда. Это совершенно не означает, что было бы сильно лучше. Тут мы вступаем на зыбкую почву рассмотрения несостояншихся альтернативных вариантов. Они могли быть очень разные. Но есть в некоторой очереди коноверности революционных процессов. Действительно, любая революция приводит к достаточно быстрому нарастанию требований, ожиданий. Действительно, в какой-то момент начинают требовать всего и сразу. Что никто это не может. Просто объективно. Уже английская и особенно французская революция показали, что крупные революционные процессы всегда несут в себе некоторую потенцию выхода за бурглазные рамки. Тем более, в 20 веке страна периферийного капиталистического развития, с особенностями ее бурглазии, о которых писал, кто интересно, Струве в манифесте РСДРП 1798 года, чем дальше на восток Европы, тем трусливее и так далее, бурглазия. То есть, получается, что даже объективно бурглазные задачи революции не могут быть выполнены бурглазии, и более того, могут быть выполнены только против бурглазии. В этом гигантский риск. Срыва революции в тоталитарное вырождение, в перспективе. И более того, это сразу очень интересный вопрос. Объективно, большевистский этап революции решает, опять-таки, прежде всего, бурглазные задачи. Уничтожение побежьего предлодения, уничтожение сословного строя, там целый ряд ружей. Точно так же, как во французской революции понадобилась якобинская депутатура для того, чтобы решить тогдашние задачи. Но ведь в якобинской диктатуре, как и в большевистской диктатуре, есть значительный элемент уже и контрреволюции. Относительно французской революции, это прекрасно показало уже Гаркине. Потом Крамоткин. Кстати, очень критически к якобинскому относились ранний Трофский и ранний Крамшин. А в художественной терапии этого рождения революции при якобинске прекрасно показал Анатоль Франц в Боге-Жаре. Собственно, вот в большевистском этапе русской революции мы тоже, как бы, у Ленина есть очень интересное изучение. Мы сами себя терминализируем. Но, в отличие от французского терминтора, русский терминтор большевистский не сопровождался изменением политического режима. Вот. И именно поэтому, опять-таки, нес с собой тенденцию к дальнейшему тоталитарному ворождению революции. Вот. При том, что, вообще-то, в том же 25-м году, после действия Бориса Ивановича Николаевского, Борис Ивановича Николаевского, Рыков так осторожно ставил вопрос о возможности спустить власть на тормозах христианства. То, в чем был бы Ханс, как бы, для избегания вот этого тоталитарного ворождения. Вот. Но, опять же, не стоял там, как не стоял с реперативом с учредителем собрания. Я пришел к одному из них, в котором я, конечно, когда я начинал время с левыми СССР, я, понятно, стоял на контр-позиции, но я пришел, конечно, в пройду, шереволюции, в то, в виде, в котором нам хотелось бы, чтобы она выглядела. Я отвечаю, кстати, на ваш вопрос, что было, по-моему, в том числе истории, если вы еще не собрали по этой состоялось бы. Конечно, виноваты СССР. Причем и те, и другие. И так называемые правые, хотя их неправильно так называть, и левые. И конкретно ответный, вот тот самый субъективный фактор в истории СССР, по протоколам ЦК ОССР видно, какие там велись дискуссии, и что были приверечески настроены вполне, там, когда уже дифферензация комитетов пошла на места где-нибудь в Казани, там, в других местах, туда посылались, на самом деле, люди, чтобы пытаться улаживать эти конфликты и искать какой-то, вот, какой-то симпатус, собственно говоря, да. Но и у левых СССР, и у ЦК ОССР были непримиримые отдельные элементы. И левые СССР, конечно, виноваты в том, что они раньше времени пошли на основание партии. Им надо было не в ноябре основывать партию, а идти все-таки на общий партийный съезд. И если уже в том виде, как без левых СССР, когда съезд состоялся, там, почти 40%, получали резолюции левого крыла уже без левых СССР, то, конечно же, если бы левые СССР остались бы в партии и переломили ситуацию на съезд, и объединились бы с левоцентристами, они бы вообще бы создали бы левоцентристский такой новый совершенно центральный комитет, который бы, собственно, и вирговодил, получили бы сам собрать. И тогда большевики бы ничего не смогли сделать, а если учесть еще и тот, вот, у левых СССР, у левых с политикой, жалко, что его сейчас нет. Левых хорошая диссертация была посвящена диссиниям у большевиков в 17-м году. И если взять дифференциацию у левых большевиков, конечно, если бы был бы альянс с теми правовыми так называемыми большевиками, с Кариевым, с Рыковым, с Ногиным и так далее, то опять же они не позволили Левину бы разогнать учредительное собрание. И тогда, вот отвечая на этот вопрос, были бы локальные вспышки, конечно, была бы Горниловщина, была бы Дудовщина, ну и по единым революционным фронтам пресс спокойно разгромили бы. И Левину ничего не оставалось бы девочкам играть в конструктивной оппозиции в учредительном собрании, и совершенно по-другому шло бы развитие. И Кропоткин примерял бы наиболее неприверимых анархистов, наиболее радикальных анархистов, тоже бы наверх через Кропоткин этот мост можно было вполне сделать. Без доказательств. Мне представляется, что говорить о большевистском перевороте, как о контрреволюционном перевороте, не совсем точно. А правильнее говорить, я боюсь, что я изобретаю велосипед, в смысле изобретения термина, правильнее говорить о консервативной революции. То есть о такой революции, которая не увеличивает, а уменьшает общественную свободу. И правильно датировать этот переворот, эту революцию, не 25 октября 2017 года, а все-таки 5 и 6 января 2018 года. Я, несмотря на все то, что говорилось здесь в уничтожительном собрании, готов поспорить на эту тему и спорить долго, но мы договорились без доказательств. Второй вопрос, который возникает, это гражданская война. Мы будем в январе проведем круглый стол, посвященный в уничтожительном собрании. О, колоссально, да, колоссально, это очень важно. Это важно. И второй тезис. Гражданская война и победа большевиков в гражданской войне. Тут много было соображений, связанных с тем, почему большевики в гражданской войне победили. У меня, значит, объяснение геометрического, с вашего позволения. Это не два будущихся лагерей, не восемь будущихся лагерей. Это центральное правительство, контролирующее примерно 80% населения. Я помню все эти картинки из школы, из детского класса, Советская республика, в комице фронтов. Все это ужасно, там стрелочки на нас. Эти на нас, как это, в частности, в классе воспринималось. На нас эти стрелочки нарисованы. На самом деле, так сказать, это 80% населения. Это почти весь военный потенциал, военный промышленный потенциал, в руках центрального правительства. Это, по-моему, половина, если не что, из которого состава 2-я армия, а может быть 60%, я не помню сейчас точных цифр, которое поставлено на службу центральному правительству. И это восставшие окраины. Эта восставшая, это типичная картина русской смоды. И когда мы читаем мемористику не только белых, но и красных руководителей, мы видим колоссальный перевес сил. Удивительно не то, что гражданской войне победили большевики, и удивительно то, что она длилась столько времени, когда против, допустим, 8-тысячной офицерской армии, выступая саркотичным корпусом Красной Гвардии, и начинают вступать. Вот это удивительно. Книга написана в Красной Москве в 20-м году, когда еще шла гражданская война, и в ней дана альтернативная картина развития русской революции. Я перед этим столом книгу перечитал и специально с одной цифрой. Что же он угадал? Действие происходит в 1984 году, когда советская крестьянская Россия процветает. Как будто бы вопрос странный. Естественно, у него не было ни бумага, ни коллективизации. Тем не менее, совпадилось довольно много. Разрушенный храм Христа Спасителя. Непрерывная победа русских спортсменов на Олимпийских играх. Мы в 20-м веке видели в 500-м веке металли, которые здесь в базовые и другие города России спортсмены. Третий. Главный композитор Александр. Автор будущего. Александр Евгеньевич Лилов. Ну, в следующий выгиб в России. И, наконец, победоносная война с Германией. Война была не четыре года и не стоит 30 миллионов жизней, а всего-навсего один день. И блестящая победа с помощью новейшей техники германская армия, разгромленно атакующая в первый же день войны. Но, тем не менее, победа. Так это было. А чего же он не угадал? А не угадал он того самого памятника, о котором говорили. Ярослав Леон в танке, где стоят спинолеты вдруг, взявшие замки в вожди 1917 года. Милюков, Чернобыль, мне кажется, там и есть. Милюков, Керенский и Ель. Мне кажется, что вопрос о нас в памятнике назовел. Есть либералы, есть, наконец, СССР. Почему бы им, наконец, это просто есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что я несколько столиков. Во-первых, я хотел бы возразить вам, Александр, потому что вы говорите о неком насползании революции в инволюцию, то есть к консервативной революции, к которому мешает свободе. Дело в том, что мы имеем в виду итоги революции, и мы имеем в виду некий режим, который сформировался в ее итоге. Потому что, например, режим Кронбеля в Англии, это тоже, в общем-то, режим, который, при котором был свободы за граждан меньше, чем приклады. Или режим Николицы. Наполеон под напарком. В общем, вопрос. Ну, это первый момент, да? Значит, и момент следующий. Здесь, на самом деле, не подключал очень интересный вопрос в периоде, когда были, на мой взгляд, реальные альтернативы с точки зрения соприкосновения кельцев разносил. Я специалист по истории анархистского движения, я попробовал покопаться, а какую же реальную позицию предлагали анархисты в России в феврале-марте 17-го года. И было интересно. В тот период многие анархистские группы призывали, например, поддержать Реминное правительство. Опасаясь предстоящего военного переворота. Консервативного и так далее. Вот это очень интересный момент, о котором я в исследовательской литературе не отмечал. Это даже не кропот. Это будущие лидеры анархистского восстания и большевистского летом 17-го года в июле, да? Что же самое? Приехал он и так далее. Это очень интересный момент. В том, что перед Россией в то время стояли те проблемы, которые невозможно было разрешить иначе, невозможно было разрешить путем реформ. Это аграрная проблема, в которой взорвались все остальные проблемы. Без раздела помещений, зверли, Россия вообще не могла экономически развиваться. и проблема политической демократии. Солык он попытался решить аграрный вопрос с реформами, провалилось. Основные законы 1906 года попытались ввести какие-то начало инфрационной монархии, тоже провалилось. Это даже нетуалистическая монархия. Возникла после этого какая-то самодержавая, немножко модернизированная монархия. Вот и все. Самый простой вопрос. И то, что произошло в 1817 году, это никакая не уникальная вещь. Это происходило и раньше, происходило в Северной Америке. в Европе, в Азии и так далее. Это называется буржуазно-демократическая революция. И Вадим, конечно, может отрицать исторические законы, но если одно и то же происходит в одних тех же расстояниях многократной истории, то здесь, по крайней мере, может быть, какая-то закономерность. И мы сейчас можем, безусловно, сидеть и, так сказать, рассуждать о жертвах революции, о гробе, говорить, что там одни звери с дураками участвуют. То же самое можно сказать и про французскую революцию, и про американцев. Можно сказать, что там трехцветная смута была во французе, а в Америке просто полосатая смута. Но другое дело, что, на мой взгляд, это, так сказать, никаких позитивных результатов не даст. Такую порту. Революция – это неизбежный и необходимый элемент исторического процесса. Современная цивилизация основывается именно на революции. Именно на доследе революции. Если бы не было революции, до сих пор французские крестьяне ходили с колодушками и опугивали лягушек, мешающихся под силами. Другой вопрос, почему октябрь? Да вот, в феврале проблемы, когда божевая демократическая революция начали решать. Если бы их решили в феврале, или в марте, или в апреле, никакого октября бы не было. Их не решили. Не решили. И поэтому большевики оказались самой решительной, самой последовательной демократической силой. Вся власть советована местами, земля народов, остановить войну и так далее. Вот и все. И народ поддержал. Другое дело, что революцию на этом этапе, выражаясь словами французского испарита Фюраль, занесло. Большевики не были демокомны, они не врали народу. Они были скорее представителями радикального, топического типа мышки. И когда они попытались сделать то, что декларировано на браке, это не получилось. Ответственность лежит на умеренных социалистах 17-го года, которые были единственной силой, которые могли сделать то, чего требовался в тот момент истории. Им пришлось потом в эмиграции сидеть, проливать слезы, говорить, как же мы этого не допустить. Владимир Сиротин левое социалистическое действие. Когда говорят, февраль и октябрь, я согласен, что это, в принципе, этапы одной революции, не существует дальше, 17-го, 21-го годов в России, то часто забывают, что действительно временное правительство не решило ни одной серьезной задачи в практической, в социальном плане. Да, Россия добилась впервые таких демократических свобод, которых тогда не было даже в Соединенных Штатах, считавшихся самой демократической страной. В результате февральской революции политические права и свободы получили колоссальные, не было никогда ни того, ни того, что и после, когда вы утрачены. Но ни мира, ни хлеба, ни земли люди не получили, и когда это не было подкрытлено, не решалась ни одна задача, стоявшая перед страной, как уже многие правильно здесь отмечали, да еще и была угроза фарминовского натяжа, если бы он преуспел, Россия имела все шансы стать первым черносотенно-фашистским государством, может быть, даже откровенно в нацистском будущем. И в сочетании в этом диком комфорте, в сочетании массы факторов, неудивительно, что Октябрьская революция произошла. Ее, так сказать, делали, участвовали в ней разные политические силы, и приписывать ее только одним большевикам не стоит. В 17-18 год это, безусловно, был расцвет экономических экспериментов, самоопределение, и даже кое-где либертарной демократии, или либертарность, если кто-то и кое-где из антистов очень нелегистов о демократии. Но, начиная с 18-го года, по мере усурфации власти большевиками и уменьшения общественной свободы, так совершенно правильно тут говорил Александр Григорьевич Даниэль, нарастала контрреволюция, которая, собственно, началась уже при большевистском режиме, и в 20-е годы переродилась в сталинизм, и, по сути, выродилась в абсолютно контрреволюционную, правую, тоталитарную диктатуру государственной буржуазии, сформировавшегося правящего класса. Рассказал бы подробнее, но, к сожалению, времени нет. Спасибо за вопрос. Что мы заслужили, то и получили по полной программе. И в этом надо разбираться. А выприкливать лозунки, было бы хорошо искать альтернативу. Ну, вообще, детская забава, честное слово, мне же изменилась. Вот. Все, что я хотел бы сказать. Это очень поздно, это как хорошая анекдота, может быть, краски, понимаете? Если он затягивается, никто не смеется. Поэтому я вполне согласен с моим коллегой Рудаковым, передо мной скажу, что. Пожалуйста, что я не согласен. Не согласен, прежде всего, с идеей, что история не умирает, как отих, потому что мы все-таки не рабы в жерезных законах, а все-таки сознательные люди. И что пытаются сделать, может быть, правильно, может быть, не так и пытаются. Это как бы общее значение, а второе совсем правильно. Я хотел бы способствовать деконструкции еще одного мира, который, к сожалению, почему-то до сих пор живет. о том, что вот 25-26 октября большевики сделали переворот. Уважаемые коллеги и друзья, переворот в остальном в Питере сделала коалиция левоватикальных сил. Не надо только про большевиков говорить. Большевики в последний момент согласились участвовать в этом выступлении. Между прочим, как следует из отчетов заседания большевистского ЦК, после того, как поступили сообщения с мест, что еще были левоватикальные силы, которые взяли на себя. Они поняли, что сейчас они потеряют сил, и после этого они присоединились к востанию и возглавляли. Ошибка левоватикальных сил, как мне кажется, заключалась в том, что они в октябре отдали лазу шевика. Они позволили споднявать этот разнесчастный совет народных комиссаров, с чего, собственно, все потом и пошло. Вот, мне кажется, тот ключевой момент. То есть, надо было не допустить этого, это и власти в октябре. Надо было полностью разрушить всю эту, так сказать, систему государственного строительства, изменить ее системой с вами проблем. А уж именно потому, что это не сделали, совершенно верно, именно поэтому мы получили то, что мы получили с собой государственную работу. Говорить об отсутствии возможных альтернатив развития в общем-то тоже не приходится, потому что на должном мере 17-го года и на том все примере гражданской войны мы прекрасно видим, что могли быть самые различные варианты. И что очень много случайного, много происходит такого, что складывается под воздействием случайных моментов, случайных причин, а потом надо возвращаться в какие-то в общем-то достаточно непродуктивные для историка. Чем больше мы изучаем те или иные сюжеты, мы много видим таких раздевок и таких возможных вариантов разбития. Раздевать из-за церкви, которые нас чему-то учили. Я думаю, что прекрасно что мы встретили. Все. Больше не надо. Перепорядка. На этом мы закроем нашу сегодняшний шаг. Всего доброго. субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok